Всем привет! Если раньше с Днём Защитника Отечества поздравляли военнослужащих, то сейчас всех мужчин. Этот день стал негласным мужским праздником, от которого сегодня больше всего ждут выходного дня. И из всех мужчин, кого чествуют в этот день, 60% не служили в армии. Сегодня же предлагаем узнать, кто из знаменитых мужчин служил в армии. Песня Леонида Агутина о паровозе, который умчится прямо на границу, автобиографична. Её автор служил в пограничных войсках на карело-финской границе. Узнав, что новый солдат умеет петь и играть на гитаре, начальство перевело его в гарнизонный ансамбль песни и пляски. Но потом за регулярные нарушения дисциплины Агутин всё время убегал в самоволку, вернули обратно. Вот и пришлось музыканту служить так же, как и все. Леонид до сих пор гордится тем, что однажды ему довелось задержать нарушителя границы. Фёдор Бондарчук отдавал долг родине в кавалерийском полку Притаманской дивизии, который в начале 60-х годов прошлого века был создан специально для съёмок фильма «Война и мир», режиссёром-постановщиком которого был отец Фёдора. Правда, из-за строптивого характера и категоричного нежелания соблюдать субординацию, Фёдор частенько сидел на гауптвахте. Он не ладил с отцами-командирами и всё время норовил сказать им что-нибудь поперёк. В этом полку проходил службу и другой звёздный ребёнок – кинорежиссёр Егор Кончаловский, сын Андрея Михалкова-Кончаловского и Натальи Оренбасаровой. В знаменитом кавалерийском полку вместе с Фёдором Бондарчуком проходил службу и будущий гардемарин Сергей Жигунов. Выпускника Щукинского училища призвали в армию, когда он проходил пробы на роль в фильме «Гардемарины вперёд». Чтобы оставить актёра на съёмках, его зачислили в 11-й отдельный кавалерийский полк, расположенный в Алабино. Из звёзд, служивших во флоте, можно было бы сколотить неплохую команду. Возможно, на «Линкольн» или крейсер его не хватит, а вот на яхту – вполне. Моряком Тихоокеанского флота был мэтр советского и российского кинематографа Никита Михалков. Никита Сергеевич гордится тем, что попросился во флот сам. Здесь же служил писатель-драматург Евгений Гришковец, о чём он неоднократно писал в своих произведениях. Правда, судя по ним, воспоминания о том периоде не самые радужные. Службу омрачали тяжёлые физические нагрузки, дедовщина и тоска по дому. Но он относится к ним с присущим ему юмором. На Тихоокеанском флоте на острове Русском служил и фронтмен группы «Мумий тролль» Илья Логутенко. В отличие от Гришковца, о своей службе он вспоминает с удовольствием. Дедовщины в его части не было, к тому же во время ночных дежурств он сочинял песни. На флоте на торпедном крейсере «Дзержинский» служил певец Александр Серов. Причём сделал там неплохую карьеру. Стал командиром отделения электроторпедистов. Игорь Лифанов сразу же после школы пошёл служить во флот на Дальний Восток. Актёр признаётся, что это были самые худшие годы его жизни. Как правило, Лифанов предстаёт перед зрителями в образе отважного полицейского, военного или супермена. Но на самом деле всё иначе. Он невероятно творческий человек, а армия то и дело отвлекала его от профессионального актёрского роста. Но за эти годы он приобрёл ценные знания, которые помогают ему сейчас вживаться в роли. Кто бы мог подумать, что стилист Сергей Зверев тоже служил в армии, причём в элитных войсках ПВО, дислоцировавшихся на территории Польши. Сергей очень этим фактом гордится, впрочем, как и тем, что не откосил от армии, хотя и мог бы. Как итог, Зверев был заместителем командира взвода и дослужился до звания старшего сержанта. Есть среди звёзд и те, кто вполне бы мог стать кадровым военным. Так, автор знаменитой песни «Господа офицеры» Олег Газманов учился в Калининградском высшем инженерном морском училище, где и освоил в своё время профессию инженера-минёра. Михаил Пореченков после школы поступил в Таллиннское высшее военно-политическое строительное училище. Пошёл по стопам отца офицера. На этом настояла мама актёра. Но буквально за несколько дней до выпуска курсант Пореченков был отчислен за многократные нарушения дисциплины, а на самом деле за драки и самоволки. Пореченков признался, что планировал стать замполитом, но однажды понял, что его это вовсе не влечёт. В одном из интервью актёр рассказал, что не жалеет о своём решении, но и не считает, что потратил время зря. На службе он научился разбираться в оружии и начал серьёзно заниматься спортом, боксом и борьбой. Все эти навыки пригодились артисту в актёрской карьере. Пореченков часто играет военных. Шоумен Тимур Баттрудинов пошёл в армию уже после окончания университета и вместо положенных двух лет отслужил один год. После диплома в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов Тимур стал простым солдатом в войсках связи. Ещё один резидент комедиклаба Вадим Галыгин после школы поступил в Минское высшее военное командное училище. Потом учился в военной академии, должен был стать офицером-артиллеристом. Но начал играть в КВН и карьера военного отошла на второй план. Вадим уволился в запас в звании старшего лейтенанта. Певец Александр Маршал учился в Ставропольском высшем училище войск ПВО. Но кто бы мог подумать, был отчислен за плохую успеваемость. Ещё один кадровый военный – муж Наташи Королёвой Тарзан, он же Сергей Глушко. Его детство и юность прошли в военном городке. Поэтому после школы у юноши был только один путь – военное училище. Правда, послужить ему так и не удалось. Зато он стал звездой стриптиза. Игорь Николаев с юных лет тяготел к творчеству. Однако откосить ему не удалось. В 1978 году Николаева призвали, но ему относительно повезло. Призывник попал в ансамбль «Песни и фляски» Московского военного округа. В своё время здесь служили Давид Тухманов, Владимир Винокур и Лев Лещенко. Несмотря на то, что будущий артист служил в самых творческих войсках, он вспоминает это время с ужасом. Ведь перед принятием присяги Николаеву пришлось сбрить усы. Пришлось сбрить усы в армии и Михаилу Боярскому в первый и последний раз. А вот длинные волосы он умудрился сохранить. Зимой собирал их под шапку, а летом приходилось бинтовать, чтобы из-под фуражки не было видно. Когда Боярского призвали в армию, ему было уже 25 лет, и он играл в театре имени Ленсовета. И, конечно же, не горел желанием служить. В армии Боярский попал в оркестр. В его военном билете в графе «Воинская специальность» записано «Большой барабан». Ему выдали рваный барабан. Пришлось где-то добывать кожу и всё это заклеивать. Вскоре он оценил все преимущества военного инструмента. Например, в дождь его можно было использовать как зонт. Все музыканты стоят на плацу мокрые, а барабанщики сухие. А вот Сергею Астахову в армии достался музыкальный инструмент «Труба». Поначалу актер несколько месяцев служил в танковых войсках и побывал на учениях в Белоруссии. А потом перевелся в Тамбов. Там его приняли в военный духовой оркестр, хотя до этого трубу в руках он никогда не держал. Но всё-таки больше всего звезд проходили службу в театре советской, ныне российской армии. На его подмостках играли и одновременно служили Александр Балуев, Олег Меньшиков, Александр Домогаров, Сергей Чанишвили. Правда, по воспоминаниям актеров, им в это время приходилось не столько роли играть, сколько декораций на себе таскать и в массовки выходить. Но армия есть армия, в ней никто не обещает, что будет легко. Валерий Сюткин служил на Дальнем Востоке, в учебной части по авиационному оборудованию. Первые полгода в поте лица он осваивал военное дело и изучал авиацию, а потом прознал о наборе в музыкальный ансамбль и решил себя попробовать. Он вошел в пятерку солистов, но легче от этого служба не стало. Утром они от и до трудились на аэродроме, а вечером выступали в клубе для семи офицеров и гражданских. Актер Андрей Федорцов никогда даже и не думал о том, чтобы уклоняться от военной службы. Пришла повестка, пошел в военкомат, попал в часть. Дослужился до старшего сержанта, командовал минно-подрывным взводом. Именно в советской армии он понял, что хочет быть актером. Сослуживцы ставили спектакль и неожиданно один актер заболел. Федорцова попросили сыграть вместо него. Все зрители по полу валялись от смеха. Так он стал звездой в военной части, а потом и вовсе звездой. Антон Макарский в армию попал прямо со сцены. Ничуть не жалеет, что служил. Тем более, как таковая служба продлилась недолго. Спустя два месяца командиром взвода было принято решение отправить его в академический ансамбль песней и пляски внутренних войск МВД. Григорий Лепс проходил армейскую службу в Хабаровске на режимном объекте заводе, выпускавшем военные автомобили. Федор Добронравов служил в воздушно-десантных войсках в Азербайджане. У него за годы службы больше 20 прыжков с парашютом. Актер говорит, что без неба не может жить десантник. Это чудо дух захватывает. Он вспоминает, что в столовой подавали перловку. Из нее, оказывается, можно первое и второе и даже десерт приготовить, если с сахаром. Дмитрию Нагиеву, который служил в войсках ПВО под Вологдой, так как в спортивной роте не оказалось секции самбо, тоже с тех времен запомнилось скудное питание. Он говорит, что съел за всю армию 17 метров вареной селедки с перловой кашей. Они почти голодали и это было нормой. До сих пор Дмитрий помнит, как делили банку простых консервов на 6 человек. И так было официально положено по уставу. На сегодня все. Поздравляю всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал. Впереди много интересного. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok